Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас необычное интервью. Сегодня мы начинаем цикл интервью с успешными управляющими копитрейдинга РАМ-сервиса по копированию сделок. И я считаю, что это правильный шаг с нашей стороны. Если мы хотим заложить основу для нового цикла такого рода коммуникации с управляющими, то лучше начинать, конечно же, с эталонного представителя в плане управления средств этого сервиса. Сегодня у нас в гостях Виталий Фролов, который управляет стратегией Виталий5525. Я думаю, что когда мы непосредственно перейдем на изучение детальной вашей стратегии, если вы захотите, опять же, отвечать на некоторые вопросы, будет неплохо, если раскроете какое-то таинство, может быть, название этой стратегии, откуда взялись эти цифры и так далее. Если, опять же, не возражаете, хотелось бы построить это интервью из нескольких частей. Общие вопросы, как вы пришли в трейдинг, я думаю, что это тоже будет интересно, потому что все мы с чего-то когда-то начинаем. И очень хочется послушать, конечно же, ответ на такие вопросы в отношении тех людей, которые достигают таких прекрасных результатов в трейдинге. Ну и потом непосредственно поговорим о вашей стратегии, о том, какие инструменты вы используете, какой тип анализа. Может быть, прольете свет на систему. Вот такой вот у нас сценарий. Если вы не против, Виталий, можем тогда начинать. Конечно, конечно. С удовольствием. Ну, отлично. Давайте тогда с общих вопросов. Как вы вообще оказались на финансовых рынках? Как давно это произошло? Что вас конкретно заинтересовало, замотивировало? Почему вы решили стать трейдером? Банально просто. Познакомился с одним знакомым трейдером, который мне в двух словах объяснил, что это прекрасная вещь, можно зарабатывать. Самое главное, ты можешь находиться в любой точке мира, всего лишь с телефоном или компьютером, и заниматься торговлей. И при этом еще зарабатывать деньги. Ох, как я ошибался, что это так легко и просто. И потом начались первые, значит, испытания, обучения и так далее. Конечно, было все печально вначале, но я уперся, и мне это очень понравилось. Виталий, а если не секрет, чем вы занимались до трейдинга? И вообще, когда это произошло? На самом деле, это произошло 6 лет назад. Мои первые попытки заняться. Я как был, так и сейчас являюсь предпринимателем. И это просто дополнительный заработок, очень хорошее хобби. Виталий, а скажите, пожалуйста, был ли у вас какой-то ментор, знаете, или как-то учитель? Может быть, вот вы, я понимаю, сейчас прокомментировали, что вас заинтересовали. Но, может быть, вы, познакомившись с литературой какого-то известного трейдера, либо, например, посетив курсы какого-то успешного тоже человека, который работает на финансовых рынках, неважно каких, на фондовом рынке, на рынке Форекса. Ну, вот что именно конкретно послужило вот этой искрой, что вы решили, что да, нужно как раз пробовать? Ну, после знакомства меня обучили каким-то элементарным вещам, которые, в общем-то, казались на истории очень хорошо работают, все замечательно, это обычные фигуры в теханализе и так далее. А результат получился такой, что я постоянно сливал, да, что на демо счете, что на реальном, и мне не хватало. Потом, значит, полез в YouTube. Там много всяких аналитиков, сигналов и так далее. Опять же, мне это не привело никаких успехов. Потом я решил заниматься уже у тех, которые действительно что-то достигли в жизни. Я очень много прошел тренингов по трейду, и в результате нашел именно свою систему, которая у каждого обучения я взял что-то, которое позволяет мне сейчас делать вот такие результаты. И я все системы подстроил под себя, как мне удобно, по психотипу, по прибыли, по участию, в конце концов, в рынке и так далее. Вы вот прокомментировали, что первые все-таки случаи, первый опыт работы на финансовых рынках, он был неудачный. Вы сказали, что теряли деньги. Это большие суммы денег? Вот с чего вы начинали? Ну, сначала от 100 долларов, потом 200, потом я почувствовал себя гуру, положил 300 и так далее. И каждый раз это происходил слив, каждый раз это происходило недоразумение. Я винил рынок, я винил там все, что угодно, S&P и так далее. На самом деле рынок всегда прав. Не правы всегда исключительно только трейдер. И чем больше я сливал, тем больше я понимал, что ничего не знаю. И нужно как можно больше максимально учиться. Даже те школы, которые я проходил, они заточены под учителя. Он создал свою систему торговли, и она заточена под него. Я пытался во многих, получал результаты какие-то, хорошие, положительные результаты. Даже доходило до того, что торговал 15% в месяц. И мне это не понравилось, потому что сумма хорошая, процентная. Но я торчу постоянно у экрана, я смотрю на графики. Это эмоционально тяжело. Я имею в виду торговля интродэй. И все-таки нашел свою систему. Очень хороший комментарий с вашей стороны, что опыт, он на самом деле у многих, да практически у всех, первый негативный. И вот зачастую возникает такая ситуация, когда столкнувшись с этим негативным опытом, вот как у вас начался период разочарования, когда хочется винить всех, кроме себя, вот на первом этапе. То есть гораздо проще сказать, например, что что-то было недобросовестное в плане работы брокера. Либо что-то было неправильное с точки зрения обучения, которое вам проводили для вас. И, соответственно, именно оно стало причиной неверных ошибок. Ну и неверных действий. А вот эта вот тонкая грань, когда человек все-таки перестает винить всех окружающих и начинает замыкаться на том, что за все решения несет ответственность прежде всего он. У вас вот когда это произошло? То есть вы перестали, вот, например, вы перестали посещать курсы и попробовали углубиться в изучение того материала, который прошел, но немножко его перелопатив, знаете, как бы переосмыслив. Вот как у вас произошло это? У меня получилась очень интересная история. В очередной раз я записался на курсы и проходил уроки. И там учитель дал простое задание. Открываете демо-счет, открываете на 10 тысяч долларов на демке, и вы должны его слить. К тому времени я уже считал себя полугура, и сейчас я должен был это слить буквально за день, за два. Но одно условие – это сливается не за один день. Не за одну сделку. Я ошибся, да? В результате я поставил ордера, а я уже профи практически, да? И пошел на тренировку. Прихожу с тренировки, в тренировке у меня 50 тысяч долларов. 50! Я думаю, ничего себе, вот это я тут наторговал. Начинаю дальше торговать. Торгую неделю. У меня 40 тысяч долларов. Потом еще торгую. У меня не получается. Я позвонил в поддержку этой группы. Я говорю, я что-то отстаю. Что-то я не умею. Он говорит, нет, друг, выполни задание до конца. Когда через неделю я его выполнил, я прекрасно понял, что разница между положительной торговой и отрицательной минимальна, абсолютно минимальна. Просто нужно правильные настройки сделать. В системе, в управлении, самое главное, в money management. И вот это сломалось у меня, щелкнуло в голове, что все в моих руках, и я все могу. Только нужно перенастроить. Программу. То есть можно сказать, что одной из ошибок всех трейдеров, которые начинают вот этот путь торгового ремесла, это слепое следование каким-то рекомендациям, сигналам без соблюдения правил risk management. Конечно, конечно. Так. И сейчас у вас с этим все в порядке. То есть это, по сути, стало, если позвольте так выразиться, частью какого-то грааля, который вас привел к тем результатам, которые вы показываете сейчас. Отлично. Давайте я могу даже немножко развернуть эту тему. Вот предположим, то есть по money management нужно стопло ставить в размере 1% от депозитов. Ну, во всех учебниках это написано и так далее. Давайте возьмем, предположим, человек, не умеющий торговать, вообще абсолютно не понимающий. Совершает, делает, все работает по money management. Совершает 10 сделок. Из них 5 положительных, 5 отрицательных. Соотношение прибыли и убытка должно быть 1 к 3. То есть 5 положительных сделок дают 15 долларов, если взять стоплост за 1 доллар. 5 отрицательных получается 5 долларов. Вы в плюсе 10 долларов. Взять еще более плохой вариант, когда вы ошиблись в рынке на 70%, а всего лишь 3 сделки у вас в плюсе. Соответственно, получается, 7 сделок по доллару – это 7 долларов, и 3 сделки с money management 1 к 3 – это 9 долларов. 9 минус 7 – мы в любом случае в плюсе. Отсюда вывод. То есть нужно хотя бы иметь 30% положительных сделок. Я могу похвалиться, у меня этот процент составляет 70% положительных сделок. Ну, сейчас немножко просел – 67. Но я хочу догнать до 70%. Тоже очень интересный пример. Он мне тоже знаком. Когда-то давно я, когда знакомился с классическими правилами риск-менеджмента, вот мне тоже рассказывали про эту пропорцию 70-30. Она меня тоже вдохновила, замотивировала. Я действительно осознал, так же, как и вы, что на самом деле работать на финансовых рынках не так уж и сложно, если ты соблюдаешь вот эти правила, которым на самом деле всех учат. Но многие хотят стать крайне богатыми здесь и сейчас. Одной сделкой, одной возможностью, одним трейдом. Но добиваются успеха только те, кто все-таки конкретно следует конкретным установкам риск-менеджмента. Виталий, плавно предлагаю тогда переходить к вопросам, уже касающимся порядка вашей работы с брокером Amarkets, то есть с нашей компанией. Ну, вы понимаете, что без этого вопроса нельзя было обойтись. Почему бы выбрали Amarkets как площадку для работы на финансовых рынках? На что обращали внимание, например, что устраивает, что не устраивает? Потому что фидбэк, с вашей стороны, он крайне важен и полезен. Мы всегда прислушиваемся к такого рода комментариям и готовы исправляться, если что. Почему вы выбрали Amarkets? Самое главное для меня решение было подключиться к Amarkets это вывод денег. Самое замечательное, что у Amarkets есть, на мой взгляд, конечно, и для любого трейдера это вывод денег. Вывод денег осуществляется в течение часа-полутора, хотя написано в базе до трех дней, но это просто супер. Вот это первый момент. Второй момент, очень большое количество инструментов, огромные просто, как и Forex, так и металлы, так же индексы, зерно, нефть, золото, огромный спектр возможностей для любого человека заниматься тем любимым делом. Я практически всеми пользуюсь, даже Treasys у вас есть, даже ими торгую, мне очень интересно и так далее. Но в свою очередь хотел бы попросить о маркетинге, чтобы немножко расширили все-таки количество акций американских и мне бы это очень помогло. Более того, если бы еще сделали бы градацию по секторам экономики, многие бы трейдеры прекрасно бы разбирались уже в отраслях промышленности и так далее. Это было бы очень интересно. Ну и добавили, допустим, мне бы, скажем, апельсин, апельсиновый сок и мясо. Апельсиновый сок это цикличные движения, а мясо и свинина очень интересно, потому что зерновые поднялись и, соответственно, мясо взлетело. Это очень хорошие инструменты для заработка и так далее. То есть там тоже есть цикличность. Принято, Виталий. Я думаю, что этот вопрос можно будет обсудить и тем более, что... Да, извиняюсь, перебью. И паладия еще. Без паладия плоховато. Он тоже хорошо растет. Было столько возможностей. Виталий, а такой вопрос по поводу крипторынка. Им бы не интересуетесь? Я со стороны наблюдаю. Все-таки фиат никогда крипта не заменит. Это очевидно. Все экономисты прекрасно понимают. Надо собирать с кого-то налоги, надо кормить государство и так далее. То есть потребности. Я интересуюсь, но достаточно в виде технического анализа. Торгую немножко битком. Ну, прям чуть-чуть, скажем так. Хорошо. Ну, давайте тогда вернемся к тому, с чего мы начинали. Еще раз напомню всем тем, кто будет смотреть уже запись. Виталий является владельцем стратегии. Виталий 55-25 это стратегии копитрейдинга РАМ. И следующий вопрос, он тоже логичный по последовательности. Как вы оцениваете этот сервис в целом? Оцениваю очень положительно. Вообще классная идея. Потому что трейдер может раскрыть себя в полной мере как трейдер. Куча людей, миллионы людей торгуют, и об них никто не знает. Пока они там не заработают какие-то миллиарды и не создадут свои фонды. Здесь же можно продвигать как себя, как трейдера. А самое главное, куча людей не знают, куда инвестировать. Куча всевозможных в интернете предложений, пирамид и так далее. Здесь люди подключаются уже к тем людям, к трейдерам, которые умеют торговать. Особенно на дистанции, когда это не один, два, три месяца, полгода, год и так далее. В этом плане зарабатывают все, и трейдер, и инвесторы. И в целом это такой симбиоз вин-вин, выиграть-выиграть. Замечательная идея, я очень рад, что вы к этому пришли. Спасибо. Виталий, ваша стратегия, почему так называется? 55-25. Тут немножко шуточная история. У меня ребенок в школе занимался профессиональной математикой. Был на Всерксе по математике, два раза участвовал. И у него ник был 55-25. Это из серии как дважды 24. Понимаете? Я, естественно, вставил свое имя и концовку ника добавил сына. Это трейдинг просто, как дважды 24. Или, в моем понимании, 55-25. Интересно. Друзья, хочется сделать небольшую ремарку. Общая доходность стратегии Виталия сейчас 2158%. И только за последний месяц эта доходность составила больше 200%, если мне не изменять память. Так, Виталий? Где-то так, да. Отлично. Ну и вопросы, которые касаются непосредственно вашей торговли. Я понимаю, что для кого-то это секретно. Информацию кто-то не хочет раскрывать, находится за завесой. Ну, может быть, и вы прокомментируете. Какой тип анализа вы используете, когда вы принимаете торговые решения? Фундамент либо техника? И вообще, можете рассказать, ну, дать немного вводных непосредственно о вашей стратегии? Моя стратегия очень простая, на самом деле. Все простое, гениально. Все прекрасно понимают, все люди, что экономика у нас циклична. Вот. И отсюда вывод. То есть американские бабушки, инвесторы, которые купили когда-то акции, домохозяйки, там, 10 лет назад, 20 лет назад, у них уровень доходности местами может быть даже выше S&P 500. А все, вот, скажем, надо учиться лучше. А все великие трейдеры, банки, хедж-фонды и так далее пытаются перегнать S&P 500 по доходности. Пытаются. И не у всех это получается. Вот простой вам пример. Простой пример. Возьмем S&P 500 2008 год. Округлим цену примерно 700 долларов. Индекс стоит 700. В 2018-2019 году 3,5 тысячи долларов. Соответственно, рост в пять раз. Если взять простую банальную тысячу долларов, то ты заработаешь пять тысяч долларов, грубо говоря. Взять плечо один к десяти, пятьдесят, а один к ста полмиллиона долларов. Не надо ничего делать. Раз вложился и забыл. Замечательная стратегия. Поэтому будем учиться у лучших. Я бы свою стратегию назвал инвестиционная с элементами торговли. То есть рынок растет, я, естественно, покупаю. Рынок падает, я фиксируюсь. Или контртренд торгую, а потом с низов опять покупаю и в основном только покупаю. Это касается индексов, это касается акций, акций, облигаций. Ну и плюс другая схема параллельная к этому. Это цикличные вещи, как, допустим, зерновые, как зол. Сезонные вы имеете ввиду? Да, сезонные. Как газ и так далее. Виталий, а все-таки это ручные сделки, это не советник, это конкретно трейды, которые вы проводите за вашим терминалом руками? Конечно, конечно. Нет советников, нет роботов. А вообще как к ним относитесь? Может быть, есть возможность запрограммировать вашу систему, не думали об этом? Ну, я рассматривал несколько роботов, предлагали мне схемы, но я все-таки к ним отношусь достаточно скептически. Почему? Потому что, во-первых, их нужно постоянно подстраивать, и каждый отрезок времени меняется, и волатильность, и объемы, и очень много меняется, и поэтому сделать идеального робота невозможно. Если бы его сейчас сделали бы, какой-нибудь программист сейчас бы был богаче Баффета, но все делают на каких-то определенных отрезках рынка, плюс еще отслеживают технические его характеристики согласно рынку движения. Поэтому на данный момент меня устраивает моя стратегия, которая очень проста, на мой взгляд, и удобна. тем более сделки я совершаю не каждый день. Не вполне. Скажите, пожалуйста, а есть сделки, которые как раз основаны на циклических вещах, на фундаментальных факторах, сделки, которые предполагают нахождение в рынке в течение длительного периода времени? Это, знаете, не вопрос в позиции того, что если какое-то решение принимается неверным, сделка уходит в просадку, и трейдер начинает ждать, пока сделка выберется из этой просадки. Это скорее вопрос того, что вы знаете, что мировая экономика будет расти, восстанавливаться, и она потребует больше аппетит на тот же самый нефтяной рынок, на нефть, поэтому бренд можно купить на долгосрок и ждать. У вас есть такие долгосрочные трейды? Или все-таки это сделки несколько дней, максимум недели? Нет, у меня есть такие трейды, например, газ. Я купал по 3-3,5, сейчас 2,6, я жду лету. То есть у меня сделки порядка полугода. И вот такие сделки мне очень нравятся. Что касается нефти, я с вами не согласен. Это мое личное мнение, потому что, скажем, на мой взгляд, нефть должна находиться в коридоре с 40-50, потому что только при этой нефти происходит рост экономики. Если она уходит за 70-80, это приведет в первую очередь к инфляции. Инфляция это повышение процентной ставки. Повышение процентной ставки это падение всего фондового рынка. С точки зрения трейдеров, конечно, когда нефть растет, растет все. Это один из показателей, маркеров того, что экономика, ну, не экономика, а фондовый рынок растет. Это немножко разные вещи. И поэтому я считаю, что, в общем-то, я бы хотел нефть шортить сейчас. То есть, с прицелом где-нибудь на 59, на 58. Я к этому все иду, планирую, я уже делаю это. А что касается длинных, вот хороший вариант сейчас серебро-золото. Сейчас в любом случае будет разгоняться инфляция, они на это реагируют. Я жду, допустим, серебро где-нибудь в районе. Я уже купил, я покупаю лесенкой, вот, я уже купил серебро. Даже если оно просядет до 20, я еще буду покупать. И мои прицелы на серебро это примерно 39,50 и 49,50. Но 49,50 это уже не в этом году. Потому что с ростом экономики медь нужна будет везде. Это контакты, это провода и так далее. Вот такого плана я уже готовлюсь, я открываю сделку. Да, конечно, на данный момент это получит как-то смешно, мягко, если мягко сказать. Ну, почему же нет? Я считаю, что сделка, которая имеет конкретное фундаментальное основание, это сделка, которая имеет право на жизнь. А золото тогда, раз уж вы про серебро сказали, ждете выше 2000? Ну, 2600, примерно цель, 2700. Но тут самый интересный момент в том, что сейчас уровень, да, тысячу, все-таки может быть золото сходить на 1600 и оттуда уже пойти в рост, да. Я опять же покупаю сейчас золото с прицелом 2600. Хотя, конечно, оно может дойти до 1900 и скорректироваться и потом еще раз купить. То есть, волны Эллиота, да. Но вот конечная цель, конечная цель, 2600 золота. Ну, естественно, дай бог в этом году. Вероятнее всего, это будет в следующем году. Виталий, еще секундочку. Еще фундаментал заключается в том, что трежерис упали и все хорошие фонды, все ушли из активов, которые дают стабильность. И все ушли в самый стабильный актив, это трежерис, да. И даже банды европейские упали, тоже хорошие уровни для покупки. Как только изменится доходность по ним и кривая доходности будет другая, да, то естественно, сейчас все фонды пойдут в золото и в серебро в первую очередь. Естественно, оно взлетит. Вопрос только времени. Вероятнее всего, я так по таймингу предполагаю, что это будет где-то лето. Но тем не менее, я даже сейчас пытаюсь лесенкой входить, набирать позицию. То есть, вы считаете, что ближе к лету доходность американских облигаций пойдет вниз? Да. А что может послужить катализатором для этого? Вот именно сама доходность. Она слишком привлекательная, очень привлекательная, потому что доходность протрежность выше, чем доходность по S&P 500. И многие фонды просто уходят из акций для того, чтобы зайти в облигации, потому что это самый надежный в мире инструмент. И поэтому рано или поздно прекрасное окно возможностей закроется. Ну, честно говоря, я в принципе разделяю такую же точку зрения. Я считаю, что американский рынок доллара, казначейские облигации отрежутся. Где-то вот сейчас находится вблизи своих пиковых значений по доходности, где-то скорый разворот, потому что я тоже не игнорирую фундаментальный фон, как и вы, и считаю, что у доллара больше шансов все-таки на снижение. Я ведь правильно понимаю ваше мнение? Да, абсолютно верно. Виталий, еще такой вопрос. Я знаю, опять же, что вы используете в вашем трейдинге огромное количество инструментов. То есть фактически вы задействуете весь инструментарий, который присутствует. И мы начали нашу беседу. Даже не хватает. Даже не хватает, да. Я понял посыл, то, что нужно двигаться в этом направлении и увеличить количество инструментов. Вопрос следующего порядка. Вот если говорить о таком разнообразном трейдинге, о диверсификации, можно сказать, то есть например, есть сделка евро-доллар, есть сделка фунт-доллар. То есть когда вы открываете позицию по этим туэтам активов, вы открываете эту позицию потому, что вы увидели возможность непосредственно в еврозоне, а соответственно по фунту в Англии. То есть для вас фундаментальный фонд по отдельным инструментам имеет значение. Или, например, если вы покупаете конкретную акцию, вы считаете, что вы нашли информацию, что по всем показателям, например, квартальной деятельности есть очень хороший потенциал того, что эта акция должна расти. То есть вы анализируете такой тотальный весь новостной фонд, который есть? Нет, 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 нет. Основные показатели это финансовые возможности, то есть печатание QE и так далее, помощь и так далее. Это как маркер для меня. То есть если пошли деньги, соответственно, будет или доллар пришеветь или так далее. А потом я прихожу на мощный, как я считаю, изучил очень мощный технический анализ, на котором все видно. Индикаторы, движения, волны элюта и так далее. То есть не только фундаментал, а это у меня система, а совместно фундаментал и технический анализ. Одного какого-то сигнала мне мало. Даже в техническом анализе у меня достаточно много индикаторов. Пока, по крайней мере, я три не увижу подтверждения своих мыслей, намерений, я не вхожу. То есть тем самым я страхуюсь от лишних сделок, которые могут принести, скажем, минус. Ну вот, например, с нефтью. Буквально на днях прошел ОПЕК, вчера. То есть получилось, что, на мой взгляд, Америка и Индия попросили не повышать нефть. Арабские Эмираты сказали, что они увеличат добычу нефти. А что произошло? Рынок взлетел. Как тут? Тут фон не работает, фундаментал не работает. Получилось, да? Соответственно, страховать себя нужно не только фундаменталом, а еще и техникой и так далее. Ну вот, например, хочу про предыдущую ОПЕК рассказать. Помните, такая история была, когда в начале марта ОПЕК, когда Арабские Эмираты сами убрали добычу нефти, кажется, на миллион баррелей, поправьте, да? И достаточно был высокий уровень, и все думали о том, что Арабские Эмираты добавят свой объем, и нефть упадет. Высокая нефть, опять же, разгоняет инфляцию, я уже об этом говорил, и это не выгодно никаким странам абсолютно. Что произошло? Они не убрали нефть, то есть они не стали добавлять количества нефти, а рынок как взлетел, вообще с бешеной скоростью после ОПЕК. А потом случайно полетели беспилотники, что-то там разбомбили, что-то там разбомбили, да? И самое парадоксальное, что я уровень поддержки нарисовал еще несколько лет назад, и он прям практически пипс-пипс ударился в него. Хотя и по фундаменталу нефть должна падать, и не нужна она никому, и даже в Китае нефти очень много всех хранилищ забитых, то есть некуда ее девать, она растет. Я оттуда начал шортить, потом получилось так, что он болтался на этом уровне, я еще раз зашортил, и через четыре часа она упала. Не помню, 62, кажется, я там закрыл. логичный вопрос. Все-таки инструменты, которые являются вашими самыми предпочтительными, любимыми. Но можно предположить, что раз вы так комментировали рынок драгоценных металлов, говорили про паллади, которого нету, но очень хочется торговать, могу сделать какие-то выводы, что эти инструменты вам нравятся. Может быть, все-таки есть какой-то список, который прям в вашем торговом портфеле постоянно. Постоянно, конечно, это, естественно, S&P, это NASDAQ, естественно, нефть, драгоценные металлы, газ, это основные. Ну, металлы от сезонности торгую, от трендов, пшеница тоже. А вот эти позиции постоянно... Вы все покупаете, кроме нефти? Наверное, да. Наверное, да. Но по S&P, вот как мы все прекрасно помним, накануне была круглая вот эта юбилейная планка 4000 пунктов. Я думаю, что и вашей целью этот уровень был как-то заманчивым. Вы все-таки топите за то, что движение продолжится? Еще выше? 4500, может быть, метите еще выше? У меня несколько вариантов здесь, да? То есть, я был уверен, что планку 4000 пробьют, хотя это очень круглая цифра. очень круглая, и от нее должен был отскок быть. Ну, 450-400, вот. Но в дальнейшем я считаю, что рынок может резко упасть, скорректироваться, потому что коррекции не было. Я думаю, процентов на 15-30 может скорректироваться там на 3-700, там что-нибудь в таком роде, да? но в любом случае планка будет где-нибудь 4-700, я вот как бы жду. Все зависит от тренда. Соответственно, стоят стоп-лоссы. Нет, правда, 4-700, это нормально. Это как бальзам на душу сейчас тем, кто осмотрит нас и тоже верит в рост фондового рынка. Я, в принципе, тогда да. Извините, тут две модели. Оно может быть, сразу идет, а может быть, через коррекцию. Коррекция даже 10 или 15 процентов это очень много, очень много. То есть, тут два варианта, просто нужно следить, наблюдать. А не допускаете такой сценарий, что все-таки фондовый рынок, его как раз похоронит продолжение роста доходности на американских облигаций? Если, к примеру, я просто очень много слежу за прогнозами банков, Сити, Бэнков Америка, я помню, из последних, они вообще метят уже по десятилеткам в район 2,5-3 процентов. И считать, что при таком сценарии фондовый рынок СНП ждет 50-процентная коррекция уже до конца этого года. Как вам такой сценарий? Ну, во-первых, я считаю, что если банк, он может ошибаться. Это не всегда не гуру и так далее. Не важно, как он красиво называется. Другой момент. Во-первых, печатаются деньги. Первое. Они продолжаются печататься и так далее. Второе. Огромные деньги находятся в Европе под нулевые, под минусовые ставки. Рано или поздно люди поймут, что ноль это лучше, то есть хуже, чем 1,7. Идут в американские доллары, соответственно, в трежи. Что бы они ни говорили, какие там 2,5. Теоретически возможно, но практически люди просто перейдут в более надежные активы. На мой взгляд, это очевидно. Вопрос только времени. И, соответственно, по трежерису упадет доходность. Следующий этап это рост акций. Пока деньги не получатся. Только за. Пока деньги не получатся. Свободные. Так, ну, давайте тогда немножко подытожим, что у нас есть по вашей торговой системе, потому что, в конце концов, я очень хочу, чтобы больше потенциальных инвесторов обратили внимание на вашу торговую стратегию. Вы, как по мне, сейчас прекрасно доказали тот факт, что вы разбираетесь в фундаментальном фоне. Ваши решения основаны не на каких-то показателях, звезды так сошлись, и не от того, с какой ноги вы встаете по утрам, а конкретно опираются на расчет, здравый смысл, фундамента, который вы сопоставляетесь с техническим анализом. То есть, это все опирается на ваш колоссальный опыт, потому что вы прошли много школ обучения и пришли к поводу, что все-таки нужно брать по чуть-чуть отовсюду и строить свою конкретную торговую стратегию, опирающуюся на классические правила риск-менеджмента. Ну, если где-то не прав, поправьте. Нет, абсолютно верно, абсолютно верно. Все так. Виталий, следующий вопрос, он тоже, на мой взгляд, правильный. Насколько бы мы не были крутыми трейдерами, все равно бывает так, что пролетают сделки, которые становятся убыточными, и некоторые даже глубоко прям уводят состояние эквити и депозита. И многие люди, многие трейдеры по-разному реагируют на убытки, кто-то очень сильно нервничает, стрессует, начинает совершать еще большее количество ошибок. Можете прокомментировать вот вы, как вы работаете с просадкой, и было бы неплохо, если бы вы пролили свет на самый убыточный трейд, который был непосредственно по стратегии, о которой мы сегодня говорим. Это стратегия Виталий 55-25. Ну, скажем, как говорит Баффет, это не трейдер, кто не держит 50% в просадке, да? Это, конечно, ужасные и страшные цифры. А что касается убыточных сделок, убыточных сделок, да, вот на том же золоте, да, по моим фигурам, по аналитике, вроде бы должен был рост, а падение происходит последние полгода. Вот тут мне, конечно, очаровало вот эти вот моменты очень достаточно сильно. Ну, что, как я реагирую? Я, во-первых, отношусь к этому философски. То есть, значит, я неправильно посчитал, значит, неправильно проанализировал. И большое спасибо рынку за то, что он меня научил, что надо правильно считать и относиться к этому с большим почтением. Рынок научил, рынок всегда прав. Он лучше потерять там 1, 5, 10 процентов, чем весь депозит. Поэтому нужно всегда ставить стоп-лоссы и благодарить рынок за убыточные сделки. Когда человек приходит в стадию такого понимания рынка, ему все по плечу, любые цифры, любые проценты и любая прибыль. Согласен с вами. Это действительно так. Виталий, у вас очень большой опыт в трейдинге. То есть, вы застали времена. Сейчас, вы знаете, вот из-за ковидной темы сейчас рынки уже делят на то, что было раньше, когда мы реально, как аналитики, эксперты или те, кто хочет казаться ими, опирались на какие-то классические водные, основные макроэкономические показатели, темпы ВВП, безработицы, следили за монетарной политикой, ставками и на основании этого принимали решения. А ковид, он немножечко разбавил этот новостной фон и заставил всех по-новому взглянуть на тот же самый фундаментальный фон, увидеть риски, которые раньше никто не видел. Да и вообще, ковид – это самый настоящий черный лебедь, который случился. Вот очень интересна ваша точка зрения, изменился ли рынок существенно, вот то, что было до 2020 года и то, что сейчас, или в принципе то же самое, просто волатильность выросла? Как вы думаете? Нет, рынок на самом деле очень сильно изменился из того, что появилось очень много денег, вот эта помощь, которая оказывается людям рано или поздно, она оказывается на фондовом рынке, даже с лагом там в три месяца, поэтому возрастают объемы, возрастает, возрастает волатильность. По большому счету сейчас можно рынок назвать иррациональным, то есть ни фундаментал, ни технический анализ на 100% не работает, и поэтому самый оптимальный вариант и то, и другое сочетает для того, чтобы быть в тренде, чтобы это понимать, потому что сейчас изменились, ну практически по учебникам экономики нельзя торговать, потому что все изменилось, экономика на дне, фондовый рынок растет. Такого не может быть, а это есть, и поэтому нам нужно сейчас на этом зарабатывать, и поэтому сейчас очень сложно торговать, но очень интересно, те трейдеры, которые переживут вот этот момент, год, два, три, когда мы выйдем на нормальные рельсы экономики, ковид уйдет, остальной рынок покажется просто манна небесная, просто сказка, потому что сейчас очень сложно торговать, а впереди прекрасное будущее, то есть вот эта проблема с ковидом дает возможность, огромные возможности. Виталий, а вот если сравнивать все-таки результаты, они до 2020 года были более интересными, вот ваши личные, я даже не прошу называть цифры сейчас, или вот эта волатинность, которая пришла с ковидом, она все-таки создала условия, при которых можно зарабатывать больше, если адекватно оценивают возможности фундаментальный фон. То есть в вашем случае как бы это плохо не звучало, но ковид стал как бы ветром в парусах? До 2020 года было проще зарабатывать, было легко, купил и забыл, то есть я уже говорил, бабушки-домохозяй, здесь постоянно находишься в тонусе, то одна новость, то одна другая ситуация и так далее, и при этом приходится постоянно работать, постоянно быть на чеку, постоянно мониторить что-то. Это очень интересно, это очень интересно и для развития интеллекта, мозга, и для денег, вот, это возможности для развития, я стал больше изучать фундаментал, больше смотреть и так далее, то есть происходит не только финансовая прибыль, но ты еще сам развиваешься, больше узнаешь, больше анализируешь, и это помогает в обычной жизни. Виталий, действительно, сейчас рынок стал где-то предсказуемым, где-то гораздо сложнее, чем был раньше, очень много времени приходится тратить, чтобы все-таки учитывать все новостные факторы, все новостные вводные, и еще раз хочу напомнить всем тем, кто будет смотреть этот выпуск, на все это требуется огромное количество времени, поэтому, друзья, обратите внимание на стратегию Виталия, человека, который занимается изучением этого новостного фона, и, разумеется, на основании этого принимает конкретные торговые решения. Виталий, хотелось бы у вас спросить, вот мы все, как трейдеры, еще находимся сейчас в периоде или как бы в условиях последствий ковида. Вы считаете, что 21-й год, который, ну, не только начался уже все-таки апрель, но все-таки, скажем, мы находимся еще в первом полугодии. В 21-м году, в этом году, мы будем все так же много говорить о негативе, связанном с ковида, мы также будем наблюдать за ростом фондового рынка из-за тех бешеных экономических стимулов, о которых вы сказали, мы также будем наблюдать за потенциалом, точнее, следить, роста рынка драгоценных металлов и золота из-за того, что лучшая проверенная временем страховка от инфляции. То есть, в этом году тренды, которые сейчас развиваются, рост фондового рынка, я думаю, восстановление золота, потенциальное ослабление доллара, эти тренды не изменятся? Не считаете ли вы, что вот когда ковид окончательно отступит, я все-таки оптимист и считаю, что это произойдет в этом году, рынок столкнется с последствиями, ужасающими вот этих экономических стимулов, бешеных объемов ликвидности, которые заливали в экономику. И вот тут-то начнется, как вы говорили, по принципу цикличности всего, что происходит. Мы ведь давно не видели серьезного кризиса, вот, например, сопоставимого с восьмым годом, и все закончится тем, что рынок полетит вниз. В этом году стоит закладываться под такой риск? Тут два фактора. Я вижу ситуацию примерно так, что, в общем-то, ковид в этом году мы не победим, хотя америкосы пытаются сказать о том, что они с ковидом победят, ковид победят в мае полностью, но есть еще Европа, которая отстает колоссально, да, есть Англия, которая тоже отстает колоссально, и только к концу года возможно какие-то хорошие положительные сдвиги в плане того, что мы сможем выйти или начать выходить из кризиса, соответственно, я считаю, что в этом году будет просто коррекция. А вот когда мы выйдем полностью, это может быть следующий год или через год, как только вся промышленность заработает, как только начнется ВВП увеличиваться, будет эффект отложенного спроса. Люди начнут очень много покупать, очень много ездить, путешествовать и так далее, и будет развиваться инфляция. Инфляция приведет бешеная инфляция, она приведет к росту ставов, чтобы бороться с центробанком, чтобы бороться с инфляцией. И в этом случае упадет рынок. То есть вопрос, в этом году я не жду, жду коррекцию, а вот в следующем году или через год, в зависимости от ситуации, вероятность того, что будет большая коррекция, действительно есть. В любом случае вы держите руку на пульсе и в соответствии с меняющимся новостным фоном проводите правильные, верные сделки, которые вас сейчас и привели к тому результату, который мы видим. Виталий, какой рекомендуемый депозит для вашей стратегии со стороны инвесторов? Что вы могли бы порекомендовать инвесторам, которые заинтересовались вашей работой, хотят инвестировать в вашу стратегию? Сколько это минимальный порог входа? Чтобы полностью копировать все мои сделки, это 5-7 тысяч долларов. Да, возможно, это много, но в этом случае будет стопроцентная колеряция со всеми моими сделками, которые я открываю, и инвестор будет более спокоен за свои деньги. И какой, наверное, традиционный мой вопрос, особенно к человеку, который знает не понаслышке, что такое трейдинг. Какой совет вы могли бы дать начинающему трейдеру, как бы даже не инвестору, знаете, а вот тому, кто тоже начинает проводить сделки, совершать первые шаги? Вот с высоты вашего уже опыта. Ну, я тут немножко набросал под такой вопрос ожидаемый. Первое, это всегда стоп-лосс. Это всегда стоп-лосс. Второе, рынок всегда прав, каким бы ты гением гуру трейдинга не был, он всегда прав. Третье, вести всегда дневник трейдера. Это, естественно, число, месяц, инструмент. И самое главное, третий пункт, это причина, почему вы входите в сделки. Их должно быть не менее трех. Как вы только найдете три причины, вы сразу сократите 50% убыточных сделок. Но причина не должно быть, что там Вася сказал, Петя, а должно быть действительно или фундаментальный, или технический анализ, что-то такое. Ну и для любителей посмотреть интернет еще один пункт. А что на это сказал Вася, Петя, Оля? И правы ли вы, а не они? И тогда можно уже будет делать статистику, насколько гуру прав и насколько вы правы. Третий момент, еще четвертый, наверное, если у вас есть три убыточные сделки в день, достаточно. Закрывайте компьютер, пейте кофе, занимайтесь спортом с семьей. Это достаточно. Отдохните день-два или, может быть, неделю, придите со свежей головой и посмотрите на рынок совсем с других сторон. Еще один момент очень интересный. Не пытайтесь искать дно или вершину. Если вы купили дно, второе дно вам всегда в подарок. Как умные трейдеры говорят, если ты взял 30% движения, ты миллионер. Если взял 50% движения, ты миллиардер. Никогда не переживай о том, что ты не добрал прибыли. Поблагодаря рынок, поблагодаря инструмент, и у вас все будет замечательно. Виталий, прекрасные советы. Я полностью подписываюсь под каждым из них. Очень важно, что эта информация была от практикующего трейдера. Я думаю, что в комментариях все вас за это поблагодарят. Очень интересная беседа. Получилось еще раз вам большое спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Виталий Фролов, который является успешным, крайне успешным управляющим сервиса копитрейдинга РАМ компании Амаркетса. Виталий, вам также еще большего количества прибыльных сделок, геометрического роста вашей доходности, постоянного, регулярного, прекрасных сделок, грамотного, эффективного, точного, фундаментального технического анализа, ну и, конечно же, как можно больше инвесторов, хотя это полностью уже зависит от вас. Спасибо, Виталий. Спасибо вам большое, что пригласили на интервью. Спасибо. До свидания. До свидания.